Пауэрлифт Мой ученик Александр Николаевич Муха, который решил зарегистрировать в федерацию, меня пригласил, чтобы я возглавил эту федерацию. Это длилось где-то на протяжении 10 лет. Были изготовлены снаряды. С октября 2014 года мы начали возрождение богатырских иерархарьков. Третий открытый чемпионат Харьковской области по богатырскому многоборью. Здесь участвуют харьковчане и киевляне, приглашенные в офисе нас. Сегодня у нас 5 спортивных дисциплин. Это коромысло, называется супер-йог 300 кг, дистанция 20 метров. Атлит должен пронести как можно быстрее. Поднятие бревна, это лог лифт, маленькая эстафета, 110, 120, 130, лимит времени минута. Тайерфлип, перевороты колеса, тоже лимит минута, за минуту надо перевернуть 5 повторений, 5 раз колесо. Потом тяга, называется полумакселя, это импровизированная штана на колесах. Тяга выпрямления и отрывания к земле, это 220-250 кг. И последнее упражнение, поднятие тих над головой. Для всех атлетов на сегодняшний день у нас новое упражнение, абсолютно новое. Была там постановка на столы, там эстафета была с кигами. Но сегодня это надо поднять 60, 70, 80, 90, 100 и 115 над головой. Йоком в чем как бы есть маленький такой подвох. Кто-то бежит вниз, а кто-то вверх. Я бежал вверх, в принципе, я доволен своим результатом. 300 кг за порядка 15 секунд, это как бы не супер результат. Я бегал быстрее, этот вес, но как бы более-менее нормально. А логлифт, из-за того, что немножко необычное для меня бревно, оно больше в диаметре, шире ручки, сами ручки толще, не получилось сделать то, что такое. Да, я, в принципе, от своего доводия вижу ошибки, которые нужно поправлять. Вот, для пауэрлифтера это хороший результат. Ну, так, больше-менее, не дуже задоволен, что-то неправильно распределив силы. Может было, как раз, трохи больше постараться. Как всегда, погода, погода нам даёт очень важные задачи. И трохи незвычные правила, мы таких на змаганиях давно уже не делали, трохи они так незвычный формат. Ну, и, как всегда, вопрос до судей все, и все. Соревнования проводятся на островах, на Мальдивах, на Карибах, где угодно. И поэтому там жара невыносимая. Поэтому надо быть готовы к любым условиям погоды. Здесь у нас открытая лига на чемпионате Украины, который мы в мае месяце были в Киеве. Там есть три весовых категории. У нас открытая лига. Но в Харькове сейчас не очень много атлетов, поэтому мы приглашаем атлетов из Киева, из Днепропетровска, из пригородов. А в дальнейшем, я думаю, что это будет чисто Харьковский турнир. Будут только Харьковские атлеты. Ну, меня пригласили президента Федерации в Харьковского стромплэна, Пономаренко Юрий Николаевич, поучаствовать. Мне это интересно, в принципе. И спасибо ему большое, что дало такую возможность выступить за команду Харьковской области. Команда моя киевская. Ребята, с которыми мы приехали, каждый друг друга поддерживает, выводит, помогает. Магнезийку подает, наш отрывчик дает. Вот такая вот поддержка. Тяжелая атлетика – это взрывная скорость, и там два движения. Рывок, толчок. Во-первых, здесь надо быть, помимо того, что ты сильный, ловкий, быстрый должен быть. И каждый тяжелый атлет приспевает в этом. У нас великий атлет по пауэрлифтингу, Весницкий Алексей, но не настолько удачный был в стромплэне. Некоторые ему проигрывали в силе, но быстроте они не выигрывали. Поэтому здесь и веса максимальные, и время ограничено, и скорость огромная. Буквально за две недели, за три недели, я немножко поменял тренировочную нагрузку на ноги. Более разбегался, немножко растолкался. Честно говоря, не готовился. Как бы просто тренировочный процесс, как бы, там, два дня отдохнул перед соревнованиями и все. Как бы специально не готовился к этому турниру. Победителя ждет денежный приз в сумме тысячи гривен, кубок и медаль, и грамота. И спортивное питание, спонсорное спортивное питание будет вручено за все места, всем участникам. Все участники получат медали за участниками. Четыре, скажем так, двоякие, на самом деле. Очень жарко, это первая. Очень тяжелая дорога, на самом деле. Но, в принципе, любые соревнования для спортсменов это праздник. Все, это интересно. Во-первых, мы уже выступали в Харкове. Во-вторых, интересно снова себя проверить. Это спорт, это всегда вызовет самому себе. Не только металевым конструкциям, но и самому себе. Мы будем работать на максимальный результат. Никогда не загадывай, потому что можно даже быть супер готовым. Какая-то травма и соревнование не закончится. Поэтому я желаю всем и себе самому закончить соревнование просто без травм. Субтитры сделал DimaTorzok